25 мая исполняется 85 лет советскому историку, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, профессору Казанского университета Индусу Тагирову. О том, как он сам вспоминает годы службы и кто пришел его поздравить в императорский зал КФУ, расскажем в следующем сюжете. Индус Рязакович Тагиров. Легендарная личность. Он стоял у истоков татарской государственности. Индус Тагиров идеолог и соавтор декларации о государственной независимости Конституции Республики Тарстан. Более 65 лет он служит Казанскому университету. 15 лет декан исторического факультета. 20 лет был заведующим кафедрой истории. Сейчас профессор-консультант Института международных отношений Казанского федерального университета. Вот как сам Индус Тагиров вспоминает годы работы в университете. Университет для меня это все. Потому что здесь я начинал свою деятельность студентом. И до сегодняшнего дня я все время с университетом, с нашим родным. И если я добивался каких-то успехов, то в немалой мере это благодаря тому, что университет был со мной и я вместе с университетом. Этот университет меня вдохновлял, помогал и способствовал достижению тех или иных моих успехов и результативной работы. Спасибо нашему родному университету за то, что он есть, за то, что будет. И я не сомневаюсь, у него большое будущее. Представитель государственного совета республики Татарстан Фарид Мухаммешин отметил, что Индус Тагиров выдающийся ученый. Сильный подготовленный политик. Педагог. Пример во многом и для многих. Человек с самой большой буквы. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Фарид Мухаммешин рассказал, что у Индуса Рязаковича он сам брал пример по части того, как аргументировать свою позицию, доносить мысли, обладая богатым русским и татарским языком и не только. Я хочу сказать, что пример он лично для меня был в том отношении к семье, к своей жене, супруге, детям, брату, братьям. И я хорошо знал его маму Аминапу, когда еще в Альметьевске мы жили, работали, он с Лениногорска сам. Мы поражались, с какой любовью он относится к своей маме. Отец тоже погиб, отца не было. И во всем у него можно брать пример. Очень подготовленный, но лицо нации я могу говорить. На самом деле лицо нации, лицо татарского народа. И он сегодня таковым и остается. Долгих лет жизни. Основные научные исследования Индуса Тагирова проведены по истории революционных национальных движений в России. По национально-государственному строительству в Тарстане. Его монографии и научные публикации получили высокую оценку во многих странах, в том числе в США, Англии, Турции, Японии, Франции. Вот какую сам Индус Тагиров выделяет характерную черту настоящего деятеля науки нашего времени. Без всего преданность истине. На первом месте для историка это истина. И наша задача заключается в том, чтобы стремиться к ней постоянно. Несмотря ни на что, несмотря на всякие наскоки, на эту истину, с тем, чтобы она восторжествовала, с тем, чтобы она работала на народ. Если так и таким образом будут работать историки и те, кто вообще исследует нашу историю, я считаю, что эта история по-настоящему будет правдивой и истинной. Полный зал с соблюдением антиковидных норм императорского зала КФУ только подтвердил народную любовь и признание. Не можем не обратить внимания на то, как среди многих в своей любви к Индусу Тагирову призналась и народная артистка Российской Федерации и Республики Тарстан Венера Ганеева. Песня осеньяя, грёженька стволыная, любовь моя поздняя, по весне твоей кружится. Илья Андреев, Ленар Тавлисиаров, Универньюс.